все смотрящие этот ролик будьте здравы и здоровы наш мир сошел с ума а вы скажете а при чем же тут дед мороз снегурочка такой хороший кадр новогодний дед морозы с бородой в красных кафтанах вместе со своими внучками снегурочками идут поздравлять малышей взрослых или какие-то организации или школы классный праздник которому уже не знаю сколько десятков лет уже может даже и веков который всегда несет радость который всегда ассоциируется с каким-то сказочным настроением с праздником с подарками и с каким-то чудом с какой-то неожиданностью то есть посягнуть на этот праздник на это святое в жизни каждого ребенка каждого человека в котором даже во взрослом состоянии сидит ребенок это верх цинизма и кощунство и вот сейчас я говорил о хорошем а придется говорить сейчас о не очень хорошем но начну немножко издалека и запущу одну картинку вот обратите внимание что вы тут видите это скриншот скриншот я сняла с ролика а началось все с того что я решила посмотреть обучающий вебинар трехдневный как создавать продающий сайт очень хороший вебинар очень классный ведущий и было задание создать страничку для компьютера для мобильника на тему новогодние праздники то есть задание было всем одинаково но каждый должен был по своему творчески подойти рассказали как это сделали и вот на третьем занятии достаточно подробно автор курса начинает разбирать работы учащихся учеников тех которые пришли на вебинар людей и я смотрю я была скорее не участником который выполнял а участника который наблюдал и пополнял свои знания то есть мне нужно было проверить сама правильно ли я оцениваю работы со стороны если я оцениваю правильно так как оценивает ведущий следовательно я уже могу сама себя как бы оценить свою работу и что вы думаете вот видите уже 49 50 минут вебинара и тут вот описывается сайт двойной праздник вернее работа не сайт работа человечка я даже не знаю как его имя и у меня падает глаз обратите внимание вот я показываю видите стрелочка что я видела я вижу елочную игрушку деда мороза в маске знаете мне это покоробило первая реакция вот же блин и уже и сюда добрались что за ерунда такая откуда вообще это взялось да неужели вообще такое возможно ну вот еще страница товара там где разбирается обратите внимание да вот я стрелочка выделал дедушка мороз медицинской маски ну так обозначил товар на страничке вот страница товара за 500 рублей его можно купить то есть это пока только проект продающей страницы продающего сайта который я вот смотрела и я сразу мне возникла мысль неужели это правда вот человек же взял откуда-то эту картинку в прошлом году точно такого быть не могло то есть сейчас он где-то взял эту картинку на нарисовано это фейк или нет или это на самом деле где-то продается эта игрушка ну что я сделала конечно же конечно я полезла в интернет сделала запрос елочная игрушка дед мороз маски и что вы думаете я делаю запрос яндексе не так удобно я знаю что в яндексе можно дополнительно по этому же запросу сделать потом вот обратите внимание в bing в google и mail.ru то есть поисковые системы и посмотреть что там то есть иногда запросы одни и те же а на первых местах попадают разные ссылки в общем то кому как удобно но яндекс которым в основном пользуются русскоязычные ну есть конечно любителей гугла я любителей яндекса я уже к нему привыкла удобно что я вижу на первом месте дед мороз маски картинка дед мороза я полезла это авторская работа на сайте на ярмарке мастеров полезла дальше вот подборка елочных игрушек эпохи коронавируса я начинаю напрягаться ватная елочная игрушка дед мороз маски дед мороз маски новогодняя подвесная на елку и вот понятно что я просмотрела видно что вот фиолетовым выделено те сайты которые я просмотрела я отскринила все что я могла и вот смотрите что получилось я я просто скажем так подготовила подготовилась маленько чтобы не шариться с вами вместе вот смотрите вот такие игрушки появились в этом году елочная игрушка можно вот пределах 200 рублей 240 купить можно даже написать на этой игрушечки на вот на шапочки вот этих дедов морозов вот тут вот в этом месте там где 1 и 2 написать имя того с кем ты был в самоизоляции это в описании вот этой игрушки члены семьи и питомцы дальше деда морозы в защитных масках 2020 год 260 392 400 рублей и скорее всего это вот может быть пластмассовая статуэточка такая можно вот может подвесочка видео деда мороза тут такая петелечка маска самое интересное вот понимаете вот защитные маски тут хотя бы правильно написали маска который продается во всех магазинах и которые заставляют покупать и не дай боже ты не появишься эта маска вообще-то строительная строительной пыли и к медицинской маске по гост она не имеет никакого отношения и уж тем более она не защищает от вируса но ладно я не буду касаться медицинскую тему тут можно люди с головой могут залезть и посмотреть мнение специалистов по этому вопросу я исхожу из здравомыслия вот то что я вижу меня начинает не то что напрягать пугать и кошмарить и даже в какой-то ужас приводить на самом деле когда я начинаю понимать как это работает что делают с нами нас заставляет весь мир быть ненормальным почему я по чуть-чуть попозже объясню давайте посмотрю то что я нарыла я провела некое исследование дальше смотрим вот ватная елочная игрушка которая была вот на первом месте вот этот вот дед морозик обратите внимание вот вот видите вот это вот картинка как раз с этого сайта с ярмарки мастеров автор игрушки фото наталья баринова и продается эта игрушка по моему я смотрел там за тысячу за полторы тысячи рублей кусается цена полторы тысячи рублей вот это авторская игрушка смотрим дальше а тут даже просто даже не маска как бы ну может быть там линии я не вижу такое ощущение что просто как вот взяли наклеили кусочек дальше смотрим вот поблизко 1000 рублей я заходила на сайт там сейчас уже 1500 стоит на ярмарке мастеров авторская работа дальше смотрим вот тут оказывается у нас стали уже даже продавать украшения в виде золотых аппаратов и вл понимаете это как бы параллельно дополнительно я еще нарыла ладно идем дальше вот дед мороз тут всего 300 рублей не тысячу не полторы тысячи дед мороз с испуганными глазами явно и опять вот в этой не медицинской маски защитной маски смотрим дальше вот это то что я вам показывала вот такой вариант 275 рублей из пластика сделано вот 10 копеек показан размер на фоне прекрасного елочного декора вот такой кошмарный ужастик который ну я не знаю шпионские фильмы закрытые глаза закрыто все вы понимаете дело в том что когда люди смотрят на человека вот в таком виде они не понимают что человек думает им не видна мимика лица они даже если человек снимет очки они в лучшем случае увидят глаза они не поймут человек правду говорит или он врет может быть он испытывает страдания а у нас мы когда считываем информацию с лица на подсознательном уровне мы всю мимику лица используем и как уголки губ повернут и как там ухмылочка идет или нет прищуривается глаза или не прищуривается ноздри расширяется или не расширяется вообще там покраснел человек или не покраснел то есть нас уже лишают половина информации о того о том кто находится рядом с нами нас разделяют помните разделяю властвую дальше посмотрите ну просто кошмар ну тут подошли достаточно креативно кстати эти игрушки выпускают на российских заводах понимаете вот я не понимаю людей которые на том что люди массово теряют свое здравомыслие и превращаются вот безголовое стадо ну простите меня пожалуйста все кто не хочет понимать что происходит и которые вот это все превращают якобы в такую шутку вот вроде как смешно такой такие классные глазки нарисованные но закрытый рот и там нет веселости в этих глазах там идет наверх и вопрос ну мы повеселим вас мы масочку сделаем в горошек зеленый оливье напомнит понимаете когда хотят что-то привнести насадить в общество есть определенные технологии технологии манипулирования толпой массами вот было такое выражение во время перестройки да вот тех 90 people хавает мы все с вами это пипл мы это толпа и в этой толпе здравомыслящих делается все меньше и меньше их голоса тонут вот в огромной массе проплаченных троллей проплаченных людей которые заваливают заранее забитых запрограммированных фейковых новостей понимаете нас сбивают с толком нам делают вот это нормой чтобы вот такое стало нормой начинается с того что сразу это делается на ха ха на хи хи на смешно многие говорят да люди спасаются юмором а вы понимаете что все что для нас сейчас нормой когда-то было ха ха и хи хи когда-то ха ха было однополые браки а с этого и начиналось а сейчас это норма сейчас это в европе возведено в ранг родитель один и родитель номер два а вы вспомните с чего это начиналось вы думаю сами можете порыться в своей памяти и в своем опыте и вспомнить когда были какие-то ситуации над которыми мы сразу же смеялись а потом мы это видели это нам становилось привычным потом становилось нормой а потом уже вводил начало вводиться в закон вы понимаете что ложь повторенная многократно становится правдой и есть очень интересное исследование вот еще один дед мороз видите я про шутку говорила вот не знала точно какой кадр и вот такое описание видите предлагаю даже консерваторам не грех будет позволить себе немного креатива и добавить на елку шутливую игрушку эпохи ковид понимаете как это все представляет да это хи хи ха ха это шутка мы потом с юмором будем вспоминать а вот теперь я вам объясню почему у меня холодок по коже да и волосы дыбом становятся вот елочные игрушки это святое это хранится десятилетиями это хранится из поколения в поколение передается и может быть совсем старые игрушки которые ватны которые поломаны они нам кажутся сейчас какими-то может быть старыми может быть какими-то топорными в чем-то но среди них такие классные образцы они так такой теплотой веют это целая история это ручная работа или просто расписная и вы понимаете вот эта дурацкая игрушка с маской при том очень классно выписанными глазами посмотрите но брови говорят человек удивляется и смотрит ну может быть не совсем в ужасе но он удивлен обратите внимание как прописано ведь это же может быть через несколько поколений не только у детей у внуков у правнуков что мы им оставляем если раньше игрушки делали стеклянами то сейчас многие игрушки делаются из пенопласта они не разобьются и не поломаются а вот те старые добрые те ломаются а нам на хихина ха-ха а юмор а за юмором что стоит люди не соображают вот сейчас нам навязывают культ потребительства они на этом делают деньги вы понимаете на чем делают деньги на ужасе на кошмаре делают деньги и люди покупают они считают это круто молодежь начинает носить маски не для того чтобы быть здоровыми защитить людей если ты больной ты можешь одевать ты раньше одевал маску если ты больной и тебе надо выйти в люди или ты находишься в медицинском учреждении или ты хирург который делает операцию или человек который пришел больному больного навести в стерильную палату или в инфекционное отделение никогда здоровый человек не одевал маску никогда и нам сейчас полностью все перекручивают переделывают и постигают но вот это святое а у меня еще будет отдельный ролик по поводу того что уже начали менять пословицы и поговорки а это вообще глубинная суть народа каждого народа понимаете не только славянского менять поговорки не только у нас нам хотят переписать историю нам хотят поменять менталитет нас хотят заставить подчиняться абсолютно не человеческим абсолютно дурацким нормам и правилам которые здравомыслю не имеют никакого отношения за всем этим стоит совершенно другие мотивы очень далекие от того чтобы сделать здоровыми людей от того чтобы увеличить продолжительность жизни чтобы сделать людей более счастливыми более раскрепощенными сейчас делают все для того чтобы из людей вытянуть последние деньги мало того что работы лишают сокращают их заставляют покупать маски это трата денег на маски вы посмотрите на это под другим углом не сиюминутно посмотрите к чему это дальше идет а люди привыкают люди не будут искать информацию в интернете и копать откуда же искать откуда ноги растут подчас у них просто нет элементарного времени на то чтобы взять это все и разобрать они не умеют читать документы они не вчитываются слова они не задают вопросы а если им начинаешь говорить и рассказывать они отмахиваются потому что они все они делают так как все им так привычно играют на людском сострадании особенно на славянском сострадании и на базовых человеческих чувствах чтобы человеком было легко управлять его надо напугать и пугали и это то что случилось в этом году это ведь не первая попытка не первая попытка уже очень много было попыток разных просто тогда люди отстаивали себя а тут прям сошлось все они дождались пока поколение другое выросло они дождались то что появились технические возможности для того чтобы пускать эту информацию в массы и настолько много всякой информации что человек просто не успевает ее обработать я уже не говорю о том чтобы искать разбираться в этой информации смотрим дальше смотрим дальше вот еще дед мороз маски 500 и 500 рублей и то же самое с испуганными глазами но тут явно с нейтральными висящая голова дед мороза это не просто пушкинская голова помните черномора нет это голова дед мороза в маске а вот наши дед морозы а тут 4 штучки можно купить за 750 рублей ну даже если за 800 всего по 200 рублей за каждого дед мороза посмотрите это вот наши старые сссеровские дед морозы ватные которые с поколения в поколение передается и никаких масок они все разные они все удивительные и от них веет теплотой вот тоже елочные игрушки вот за 200 рублей можно купить за 50 рублей вот есть из пластмассы сделано вот тоже есть из ваты похожие вот тут вот разные делались вы сами знаете у каждого практически в доме есть дед мороз и снегурочка особенно там где есть бабушки дедушки и практически у каждого есть игрушки еще от ссср нет теперь нам опять новое ведут вот опять вместе тоже сайты видео это сайт который продает от санкт-петербург санкт-петербург все санкт в питере находится вот опять масочник масочник вон смотрите целая кучка целая прям витрина масочных дед морозов и вот дед морозы снегурочки маски ссср вы думаете маски это просто нет это маска лисы это маска лисы это вот новогодние карнавальные маски правильно было бы написать карнавальная маска а не просто маска вот тут пластмассовые дед морозы снегурочки маленькие и большие что еще можно показать можно вот зайти на сайт тоже посмотреть цены современных дед морозов и вот тут меня конечно порадовало что очень красивые есть у нас сейчас игрушки дед морозы по разной ценовой категории там от 200 от 50 до 1250 и больше рублей которые очень красочно разрисованы вот в разных магазинах на интернет ресурсах можно купить и они без масок все-таки вот еще тоже прекрасный дед морозы елочные игрушки видите ценовая разница вот можно такую простенькую купить за 140 рублей или вот за две тысячи более из коллекции акварель это коллекционная игрушка тут более тонкая роспись идет возможно я даже вот вот это елочная игрушка из этой коллекции вот она близкий вариант видите более тонко тут разрисована больше времени на ее разрисовку поэтому она дороже стоит вот тут даже вот это вот розочка цветочек на которой она крепится она не просто такая даже вот с выбитыми определенными узорами я просто скринила показать что вот это все нормально вот тут даже есть такая экзотика что мне понравилось вот например заготовка болванчик деревянный за 24 рубля можно купить вот подарок для юных художников дерево хорошо подходит для раскраски и называется елочная игрушка дед мороз вот интересная находка что дед мороз как бы вылазит из трубы ну прям целая история просто аж хочется рассказывать сказку ну и вот красивый красивый такой дед мороз с большим кафтаном и с мешком и тоже видите разная ценовая категория можно при желании выбрать красивую игрушку что еще показать и вот дед мороз маски елочная игрушка видите какой уродец пластмассовый плоский этот уродец стоит 400 рублей вот можно купить на юле написать человечку и связаться и купить можно купить даже в кредит дальше а вот это я вам покажу откуда я это взяла дальше обратите внимание это скриншот из картинок по запросу в гугле смотрите елочные игрушки в виде коронавируса перь начала продавать елочные игрушки наша родная перь славянская красноярская фабрика игрушек вот тоже начала выпускать вот такие шарики вот не знаю кто не зашла не посмотрела но две матрешки матрешки понимаете это тоже игрушка многоразового использования десятилетиями она хранится это же даже не просто елочная игрушка это матрешка виде деда мороза и снегурочки я не знаю может быть это шоколадка какая-то я надеюсь вот надо будет зайти посмотреть когда зайдем дойдем до этого я вам покажу дед мороз и снегурочка масках приплыли просто приплыли ну а тут вот такие красивые дед мороз это скриншот с выставки новогодние игрушки которые сейчас проходят в минске в беларуси это частная коллекция в ней очень много разных игрушек вы видите вот даже такие вот африканские дед морозы вот наши наши снегурочка пластмассовая вот она еще похожа такая вот еще вот этот вот дед мороз это наверняка из керамики это с европы в общем есть хорошие образцы вот именно их нужно хранить и при этом вот еще один кадр вот выставка вот этой елочной игрушки вот у нас девушка в маске масочница а тот нормальный человек здравомыслящий который идет спокойно без маски и смотрит понимаете все зависит от людей вы или будете вот так ходить всю жизнь или вы будете вот так ходить всю жизнь и будете нормальным человеком с мозгами в голове иначе получается что нам начинают продавать воздух если ты хочешь дышать воздухом платишь штраф большой какой там был штраф в крупных городах до 5000 доходило да а не хочешь дышать кислородом ну покупай за 30 рублей вот такую немедицинскую масочку напяливай ее на себя и не надо тебе дышать чистым воздухом ни в коем случае вот такой парадокс получается это еще все туда же ну и новгородская мастерская елочных игрушек и архив рождественское яблоко очень прорисованные глаза дед мороз уже старенький с морщинками на лбу с седыми бровями вот с гусиными лапками по бокам ну я думала даже может быть он плачет он нет он не плачет он просто находится в маске и вот спросят дети а что думает этот человек что говорят эти глаза и что вы им ответить я вам показала скриншоты это один момент тут можно уже закрыть так ну вот это я вам еще не показала это нормально день мороза керамики то что тоже можно купить из керамики теперь очередь по поисковым системам возможно я сейчас поставлю на паузу это будет первая часть ну а вторую часть я буду записывать прям сейчас а и Продолжение следует...